всем привет на связи мобу очень долго не было видео просто не мог заставить себя сесть и записать видео очень многие начали мне задавать вопросы что на то что наложили санкции и как мы будем вообще существовать как android разработчики неужели рынок весь пропадет и в этом видео я вам все расскажу я провел полный анализ того что как бы я вижу что предстоит сделать android разработчику для того чтобы от себя обезопасить и для того чтобы не уменьшили его доходы для того чтобы скажем так минимили минимизировать все риски и так сделать так чтобы скажем так ваша жизнь как android разработчика не ухудшилась там на 50 процентов ама максимум на 10 на 20 процентов как делать так что в принципе в принципе вы все эти санкции на себе и не почувствуете ничего страшного не произойдет поэтому я вас уверяю все будет хорошо и давайте мы начинаем устраивайтесь поудобнее я провел анализ и все вам расскажу если вы хотите оперативно и качественно стать android разработчика на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки то я могу вас обучить профессии android разработчика за три месяца обучение проходит на индивидуальной основе оплачивать обучение можно как помесячно так и по полмесяца такое вам больше никто не предложит я уверен своей технике обучения и только актуальной практике поэтому и предоставляю такие условия вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности то есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения обучение происходит на закрытой платформе мы общаемся с вами на любой из соц сетей а также будем созваниваться в отца да у вас будет мой личный номер телефона процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций ответы на ваши вопросы я предоставляю видео формате я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе если вы проходите обучение немного медленнее чем это предусмотрено программой то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете то есть если вы неделю программы проходите за две недели то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете она предоставляется вам в подарок это очень удобно для консультации по обучению а также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной, все ссылки есть в описании к этому видео. Во-первых, для андроид-разработчика очень важно обновлять свои знания, всегда. То есть, какая-то проблема у вас в разработке приходит, что-то нужно узнать, нужно черпать информацию. У нас основные источники это англоязычные сайты через Google и YouTube. Как вы понимаете, ситуация такая, что могут наложить санкции и запретить доступ, к тому же запретить YouTube, запретить доступ к ресурсу к этому. Например, я давно уже всем говорю, особенно ученикам, что нужно пользоваться профессиональной социальной сетью LinkedIn. Ну, как вы, не знаю, всем пользовались, нет, но это соцсеть для профессиональной работы в IT. Она, не только IT, но в общем подходит для общения именно в IT сфере. Она уже давным, давно много лет заблокирована. Есть очень много сервисов, которые нужны всем IT-щникам, но они тоже заблокированы нашим Роскомнадзором. И поэтому очень важно в нынешних условиях оставлять как можно меньше следа о себе в интернете и иметь доступ ко всем, абсолютно ко всем ресурсам. Это очень важно. И поэтому, если вы до сих пор не используете VPN, то мне к вам большие вопросы. Я вам советую подключить себя в VPN для того, чтобы вы всегда были, скажем так, в курсе всей планеты, скажем так. Чтобы вы всегда имели доступ ко всей информации. Чтобы какие-то дяди не могли решать, что вам нужно знать, а что нет. Какой информации вы достойны, а какой нет. Я всегда своих учеников, которые приходят на курс, я всегда учил, учу, буду продолжать учить, мыслить свободно. То есть быть независимыми и свободными, и не позволять никому навязывать свою чужую политику себе. Поэтому в нынешних условиях обязательно устанавливайте VPN. Я дам ссылочку на VPN, который я установил. Вот он хороший. И там очень классно, оно прям как приложение устанавливается на компьютер, или как на смартфон его ставите, и все отлично. Там просто заходите, выбираете страну для вашего IP-адреса, и нажимаете кнопку включить, все у вас работает. Там все просто, разберетесь. И также дам ссылку еще на несколько VPN, различных сервисов по VPN. Но я ими не пользовался, но говорят, что хорошее. В общем-то, во-первых, нужно быть нам в курсе всего, да, откуда черпать информацию. Обязательно ставим VPN для того, чтобы был доступ ко всем сервисам. Далее, очень важно быть нам с вами на связи. Поэтому, если вдруг вы не установите VPN, да, или не захотите его установить VPN, и у вас не будет доступа к Ютубу, допустим, или его заблокируют, или что-то случится, под видео, под видео, и потом я во всех своих соцсетях размещу ссылки. Я создал канал на Яндекс.Дзене, канал в Телеграме, и моя соцсеть ВКонтакте. Если какие-то вопросы, то вообще советую подписаться на это все у меня, но на Дзен лучше, конечно, в принципе, Яндекс останется всегда, поэтому можете просто на Дзен подписаться, и все. Поэтому ссылочки будут внизу. Но это то, о чем я хотел вам рассказать, в плане, откуда черпать всю информацию, то есть поставить VPN, чтобы был всегда у вас доступ, да, к любым сервисам, и чтобы оставаться со мной на связи, ссылочки под видео, к всем соцсетям подписываемся сразу, чтобы не теряться. Сейчас я вам расскажу о том, как же нам работать, как Android-разработчикам. Сразу скажу проще, будет всем тем, кто выбрал для себя работу, именно работу на себя, то есть в качестве фрилансера, или работу напрямую с заказчиками, или создание, собственно, своих проектов, тоже более-менее просто. Но опять же, для тех, кто трудоустроится, я тоже расскажу. Итак, как нам работать, ведь доступ на иностранный рынок по факту почти закрыт. Я думаю, он закрыт, скажем так, основная проблема работы с иностранным рынком, это вывод средств оттуда. Но я думаю, сейчас, в ближайшие пару месяцев, мы найдем, мы увидим появление новых сервисов, которые будут дадать возможность обходных путей, как выводить деньги из-за границы. Нужно подождать пару месяцев, и обязательно, я уверен, я, это, наверное, уже четвертый кризис, который я прохожу, и второй кризис, как айтишник, и я вам хочу сказать, что всегда в начале кризиса всех пугают, но потом, оказывается, не так уж и все и плохо было. Хотя, да, это самый крупный кризис, но все равно, я вас уверяю, появится сервис, который позволяет вам выводить деньги за рубежа. Это вот самая главная проблема, с которой вы можете столкнуться, и если вы работаете на иностранный рынок. Теперь вы скажете такой, мне, скажем, задают вопрос, а как же работать с иностранцами, ведь, наверное, они не будут хотеть работать с вами, как с русскоязычным человеком. Я вам могу дать совет, переведите все соцсети, ваши профессиональные, ваши аккаунты на фрилансе, тот же LinkedIn, уберите везде, что вы из России, поставьте, допустим, другую страну, там, не знаю, Словения, Испания, потому что большинство общения на том же обфорке, это переписка на английском языке. 90% это будет переписка. Лучше обезопасить себя и поставить, допустим, страну Словения, хотите, поставьте Грузию, можете Армению поставить, можете поставить Словакию, Испанию, Португалию, ну, как вам удобно. И у вас, возможно, будет необходимость подтвердить свою личность через мобильный телефон. Поэтому вам нужен мобильный телефон той страны, в которой вы показываете себя, как, откуда вы регистрируетесь. Поэтому в этом случае просто гуглите электронные международные, виртуальные международные телефоны, и у вас выходит куча телефонов, там вас на один раз нужно за один день, это вы все можете зарегистрировать, покупаете там на один день от 150 до 350 рублей аренда такого номера телефона, вам на один день хватит его, вы его покупаете, и потом регистрируетесь на определенных, ну, меняете свои аккаунты на соцсетях, где-то регистрируетесь, там в том же Динкедыне, допустим, на обворке, вот все, вы это регистрируетесь, и получаете именно код, вам нужен код регистрации, и вам главное, чтобы на этот телефон пришел код, и у вас все будет подтверждение. Ну, можете оставить этот номер телефона, вдруг вы захотите контактировать как-то, и обязательно переработайте свое резюме, поставьте, скажем так, ну, по факту, на самом деле, можете свою историю резюме, работы, в России-то оставить. Главное, чтобы у вас контактных данных было видно, что вы, но опять же, может быть, и не прям нужно менять, но я вас, вам советую поменять страну, в плане, если вы работаете на иностранный рынок, своих контактных данных, поменяйте страну, это, чтобы вас не дискредитировали, когда вы не отзывались на какую-то работу. Так, с этим, я думаю, понятно. То есть, следующая проблема, это магазины. Как вы знаете, компания Apple все заблочила, да, ну, в плане вот этих App Store, всех дел, поэтому вам, как Android-разработчику, пока все очень хорошо, потому что Google Play ничего не заблочил, все хорошо работает, можете регистрировать там свои мобильные приложения, все нормально, но даже если Google Play Market заблочится, слушайте, ну, у нас, как у разработчиков Android, есть кучу различных магазинов, просто, где мы, мы сможем публиковать свои мобильные приложения, просто, введите в поиске аналог Play Market, да, и так, также на китайском рынке есть ихний там Play Market, по-моему, Huawei с этим Play Market работает, есть куча других аналогов, возможно, еще какой-то появится русскоязычный Play Market, может, какой-то другие Play Market, и есть кучу нераскрученных Play Market, и, как представляете, весь этот поток русскоязычный пойдет на эти Play Market, но это в случае, если Google Play заблочит, хотя, я думаю, что там не заблочит, и мы придем все разработчики на нулячую платформу, и, в принципе, будем между собой иметь равные шансы, и это, как бы, скажем так, и пропиарить свое новое мобильное приложение будет намного проще, если бы вы это делали на уже давно существующем Play Market, то есть, в плане развития это очень хорошо, то есть, несмотря на то, что начинается кризис, но это кризис, где дает нам дополнительные шансы, да, дополнительные возможности, дополнительную мотивацию, то есть, вы можете это все, то есть, вот все вот эти трудности, которые предстоят, но опять же, они предстоят не всем, оно просто, во-первых, почистит ряды, просто те, кто, просто, я много общаюсь с айтишниками, айтишники делятся на два типа, те, которые что-то предпринимают, и те, которые просто очень ленивые, сидят и не готовы ничем дополнительным заниматься, так вот, те, кто останутся на рынке и получат очень большой пинок, скажем так, они не по-то, что пинок получат, очень большие преимущества в развитии и к приумножению своего дохода, останутся те ребята, которые захотят развиваться на новых площадках, и это дополнительная мотивация вам, и это дополнительные возможности, и здесь я тоже не вижу никакой проблемы, то есть смотрите, для получения информации мы вставим VPN, для, скажем так, работы с иностранными заказчиками тоже можно все данные свои поменять и, в принципе, дождаться сервиса по выводу денег, они уже, в принципе, есть, различные, можете погуглить, различные стримерские площадки, которые позволяют собирать деньги, которые не наложили санкции, те же китайские есть такие варианты, да, поэтому, и я вас уверяю, еще русскоязычные появятся, которые позволят собирать деньги, но это то, что касается иностранного рынка, к тому же, чем Россия отличается от многих других СНГ-шных стран, в том, что у нас есть внутренний рынок, каким бы он ни был, но он есть, в отличие от других стран СНГ, у нас есть внутренний рынок, на который можно работать, который можно качественно поднять, если вы будете конкурентоспособны, в плане, вы сможете создать любое Android-приложение, если вы не умеете это, то я вам советую записаться ко мне на курс, после курса, моего курса Android-разработчик за три месяца, вы, во-первых, выходите в портфолио с двумя работами, во-вторых, вы имеете весь опыт, можете создать любое мобильное приложение, и вам будет намного проще, и, кстати, те, кто у меня обучается на премиальной программе, я сейчас буду записывать новый видеоурок для премиальных учеников, в плане, как выходить на российский рынок в реальных, сейчас в реальных условиях, как это сделать. Да, на иностранном рынке платятся немного больше, но пока есть вот такие проблемы, допустим, те же непонятки с выводом средств, то можно пока сосредоточиться на русскоязычном рынке. И здесь мы можем, допустим, как мы можем делать, мы можем ускорить скорость разработки, предлагать какие-то аналогичные, более быстрые, простые решения, постраивать под запросы каждого заказчика и постраивать под его бюджет. То есть мы будем смотреть на его бюджет и предлагать по его бюджету варианты. То есть мы не будем за цены большие, стоимость делать. Мы его смотрим на его бюджет и что-то мы ему можем предложить за эту сумму средств, за эти денежные, за эту сумму. И поэтому российский рынок будет очень сильно расти, но опять же, это все хорошо, можем работать на внутренний рынок, да, и есть какие-то обходные пути, на англоязычном рынке, на иностранном рынке. Но если вы не хотите все эти обходные пути делать на иностранный рынок, ну, есть вариант с переездом в другую страну. Если у вас маленький бюджет, то это Грузия, возможно, кстати, там очень хорошо айтишники чувствуют себя, возможно, Армения, азиатские страны, типа Таиланда, вот такие, ну, то есть все страны, которые не закрыли, да. Это, в принципе, может быть любая другая страна, но нужно понимать, что с получением визы будет сложно, и приходится лететь в объездные пути, ну, по объездным маршрутам. Но опять же, все это реально. Это я вам рассказал перспективы для фриланса. Что, если вы работаете на себя, что теперь в плане, скажем так, в плане трудоустройства, не сильно все поменяется, есть огромнейший, как сказал, внутренний рынок, на который можно будет работать. Поэтому особо ничего по трудоустройству не поменяется. Также есть большой рынок, китайский рынок, и очень много всего есть. Опять же, по поводу публикации, тут в отличие от iOS, разработчиков Android, разработчики в плюсе, потому что, помимо Google Play, который продолжает работать и ничего не обрезает, есть также другие магазины-аналоги. В целом, остальное все не поменяется. Я не думаю, что будет, да, конечно, сложный кризис, но как Android-разработчиков, прям как профессии, это не очень сильно коснется. И вот если вы сделаете все мои рекомендации, все то, о чем я вам рассказал в этом видео, то вы минимизируете все потери. Поэтому ничего страшного не произойдет, продолжайте развиваться, все будет хорошо. Но, кстати говоря, профессия Android-разработчик никуда не денется. Это просто очередной кризис. Развиваемся, идем дальше. На связи с вами был Мамбу. В скором времени я возобновлю видео. Всем пока.